Российский эксперт заявил, что невыполнение официальным Ереваном условие заявления от 10 ноября приведет к дальнейшему обострению ситуации, передает Аззи Аз. Главной причиной серьезной эскалации напряженности в Карабахском регионе Азербайджана является невыполнение Армении условий трехстороннего заявления, принятого 10 ноября 2020 года. Об этом московскому корреспонденту АПА заявил генеральный директор Российского института политических исследований политолог Сергей Марков. По его словам, самой главной причиной инцидента, произошедшего 3 августа, является то, что там все еще незаконно находятся армянские вооруженные формирования. И эти формирования в настоящее время ведут боевые действия. Кроме того, создает напряженность в регионе и то, что все еще не проведена, делимитация и демаркация Азербайджана армянской границы. Другим важным моментом является то, что не открыт Зангизурский коридор. Азербайджан строит часть этого коридора, проходящую через его территорию. При этих условиях возникли предпосылки для потенциального конфликта. Эксперт подчеркнул, что невыполнение официальным Ереваном, условие заявления от 10 ноября приведет к дальнейшему обострению ситуации. Если Армения не выполнит условия трехстороннего заявления, военный конфликт будет продолжаться и даже обостриться. В этих условиях решение Азербайджана в одиночку демилитаризировать Карабах, а также Лачинский район с пониманием воспринимается всеми, как азербайджанским населением, так и международной общественностью. У российских миротворцев, к сожалению, нет полного мандата на осуществление демилитаризации путем применения силы. Россия может только призвать Армению выполнить условия трехстороннего заявления, добавил политолог Сергей Марков. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!